Здравствуйте, меня зовут Самойленка Наталья, и мы продолжаем тему малоуходного сада. Напомню, что мы с вами замахнулись на парк более чем в три гектара. При этом штат садовников предполагается небольшой. Всего три человека. Один человек, один гектар. Хотелось бы, конечно, меньше, но понимаю, что не получится. Сейчас половина зрителей скажут, что я сказочница, что такого быть не может и вообще. А почему нет? Давайте вспомним, что отнимает у вас больше всего времени. Первое – это утомительная прополка. Второе – уход за газоном. Далее идут стрижки, обрезки, подкормки и так далее. Но ведь так. Прополку оставим для отдельного сюжета. Сейчас поговорим о газоне. Газон, несомненно, один из самых дорогостоящих элементов ландшафта. Если кто-то из зрителей заказывал проект или вам участок делали приглашенные специалисты, вы помните, что цифра в графе «газон» заставила вас немного присесть и схватиться за сердце. По опыту знаю, что многие после осмечивания решают самостоятельно заняться благоустройством или доверить это строителям, только что закончившим отделку дома. И опять же, по опыту в итоге люди либо убеждают себя, что зеленые цветы в любом исполнении – это уже хорошо, и неважно, что за два года от злаков ничего не осталось, и газон захватил одуванчик, подорожник и лютик ползучий. Главное, что зелененькое. Или в итоге все равно завод профессионалов. Газон только на первый взгляд кажется простым. Выровнял, посеял и кассив свое удовольствие. А ведь это не так. Иногда мне кажется, что представление о том, какой должна быть лужайка перед домом, нам навязали. Навязали производители семян, удобрения, гербицидов, системы полива и, наверное, мы, те, кто занимается озеленением. Именно навязали. Потому что современный газон – это некий зеленый монстр, постоянно капризничающий, требующий есть, пить и бог знает еще что. А вы выступаете то в роли укротителя, бегая с газонокосилкой, то в роли доктора Айболита с гербицидами или фунгицидами, в зависимости от того, что сейчас болит. И ведь мы даже не можем его съесть. Ну скажите, скажите, что я не права. И вы имеете идеальный злаковый газон без сорняков, проплешин и сухих пятен. И при этом весной вы его не вычесываете, не выливаете тонны воды летом, не прокалываете осенью, не кормите, полите и как по часам не косите раз в неделю. А то и чаще. У нас есть два сюжета на канале, где Татьяна блестяще рассказывает о том, как сделать газон и как за ним ухаживать. Посмотрите. На мой взгляд, это лучшее видео в сети на эту тему. Я не могу сказать, что злакового газона в моем саду не будет. Вот. Будет. Но мы отведем под него маленький, нет, я бы сказала малюсенький кусочек. Так, для примера. Чтобы показать, что мы знаем, что это такое и умеем его делать. Но не более того. Если я не хочу завязнуть в уходе, то злакового газона в чистом виде не будет. Нет газона, за которым не нужно было бы ухаживать. Даже искусственную траву нужно поливать, прочесать, засыпать песком весной, убрать с нее листву осенью, а в жару дождевать, чтобы не пылило. У меня будет газон из клевера. Да-да, газон из белого клевера. И сейчас я приведу как минимум 12 аргументов в пользу именно такого газона. Газон из клевера засухоустойчив. Благодаря мощной корневой системе клевер не нуждается в дополнительном поливе. Вспомните, как выглядит ваш газон, если в самую жару его не полить. Сочная зеленая лужайка прямо на глазах превращается в хрустящий сухостой. И на фоне выжженной пустыни, словно кусочек оазиса, то там, то здесь раскинулись зеленые островки клевера. Второй аргумент – стоимость. Газон из клевера не ударит по вашему бюджету. Так как требования к основанию небольшие, семена тешевые, счетчик воды не сходит с ума, тратиться на бесконечные прополки и газонокосильщика не нужно. Уже первых двух пунктов должно хватить, чтобы закончить бессмысленную борьбу с клевером. А я ведь только начала. Чем хорош клевер? Так это тем, что его не надо кормить. Если я хочу, чтобы овсяница или мятлик радовали меня яркой зеленью, то хотя бы раз в месяц я вынуждена буду вносить те или иные удобрения. А вот с клевером такой необходимости нет. Клевер сам себе и окружающим его растениям в какой-то степени служит удобрением. Вспомните, он принадлежит семейству бобовых. То есть это своего рода природный насос, берущий азот из воздуха и отправляющий его в землю, как полезное и ценное удобрение. Четвертый пункт в пользу клевера – это, безусловно, его цветение. Разве это не прекрасно, когда ваш однотонный зеленый ковер вдруг превращается в сказочное панно, усыпанное цветами? Еще не убедила? Ладно, у меня в запасе есть еще восемь пунктов. Мы все знаем, что пчелы и шмели высоко оценили медоносные свойства клевера. Как мы, в свою очередь, ценим клеверный мед. Так не имеет ли смысл немного помочь себе и юным трудягам? Тем более, что опылителям с каждым годом все меньше и меньше. И никто толком не может сказать, почему. То ли климат меняется, то ли мы немного перемудрили со спутниковыми тарелками 4G и прочими атрибутами 21 века. А может быть, с химией переборщили. Я знаю много людей, у которых пчелиные укусы не вызывают дикого восторга. И поэтому клеверный газон они даже не рассматривают. Но ведь всегда можно что-то придумать. К примеру, возьмите микроклевер. Или есть еще более простой вариант. Скосите клевер, как только он решит зацвести. Это избавит вас от неприятных моментов при общении с насекомыми. Седьмой пункт для меня очень важен. Я не просто счастливый обладатель трех гектаров земли, где до меня выращивали какие-то сельскохозяйственные культуры. Я обладатель участка, где верхнего живого плодородного слоя нет. Лет 15 назад пришел трактор, все содрал и вывез кому-то на участок. Сейчас состав травы крайне скуден и беден. Газон в таких условиях всегда будет выглядеть немного голодным. А клеверу все нипочем. Он растет почти на любых почвах. Жизнь за городом без четвероногих представить себе трудно. Но вот последствия. Если мы как-то приспособились и можем защитить посадки от задранных лап, то с газоном беда-беда. К примеру, у меня был Чаучау, который воспринимал цветы как объект любования. Он мог часами зависать над тем или иным цветком. И пока мы строились, он ходил гулять к соседке, у которой разбиты цветники и сделаны красивые композиции. Его очень раздражало, что у нас нет зелени, стоят какие-то строительные леса и нет ни одного цветочка. Эстет, ну что тут скажешь? Многие немецкие овчарки также неравнодушны к прекрасному. Но вот как объяснить Алабаю или Бультерьеру, что тут лежать нельзя, а эта сосенка стоит как половина дачи? Я не знаю, но каким бы ни был умным ваш пес, выжженных пятен на газоне, увы, не избежать. Увы, четвероногие не пользуются санузлами. Большинство собачников смирились, что их газон похож на шкуру гепарда. Но выход есть. Не знаю, открою ли я вам Америку или нет, но клевер крайне устойчив к моче животных. И если вы добавите в травостой семена белого клевера, то сможете избежать неприятных для глаз желтых кусков на лужайке. Если до сих пор я вас еще не убедила, то в арсенале у меня есть четыре последних убойных аргумента. Газон, как и любой живой организм, может заболеть, если окружающие условия недостаточно комфортны. К примеру, злаковый газон склонен к гнили, плесени, ржавчине. И бог знает еще, каким заболеваниям. Кто хоть раз сталкивался с этими напастями, знает, как сложно с этим бороться. А вот клевер не склонен к заболеваниям. Конечно, до болезни можно довести любое растение. Но мы ведь не будем кидаться в крайности. Что вас больше всего раздражает в вашем газоне? Что вас больше всего в нем бесит? Одуванчики, подорожники и прочие сорняки. Правильно? Бороться с ними можно или прополкой, гербицидами, или созданием идеальных условий для вашего газона. Полоть нам лень. Гербицидов мы побаиваемся. А об уходе за газоном вообще ничего не знаем. Так вот, если я только что описала вас, то клевер – это ваш вариант. Он достаточно конкурентно способен, чтобы задавить широколиственные сорняки. Если вы хотите получить идеальный злаковый газон, то будьте готовы к тому, что вам придется регулярно косить. Как минимум раз в неделю. Причем не просто косить раз в неделю, а каждый раз выставлять газонокосилку на разную высоту. И желательно косить в разных направлениях. Весь энтузиазм и любовь к покосу заканчивается за первые же два года. А дальше, чтобы косить реже, мы косим низенько-низенько. И что получаем в итоге? А в итоге мы получаем, что с каждым годом трава все хуже и хуже, а вот сорняков все больше и больше. Ну, опять же, как косить правильно – это к Татьяне, с ее сюжетами. Но если у вас газон из клевера, то косим мы с вами раз в месяц. А если взять медленно растущие сорта, то всего лишь два раза за сезон. И последний аргумент. Клевер во всех мифологиях и верованиях всегда приносил удачу. Особенно, если вам на глазах попадался клевер ползучий, с четырьмя или более листьями. И чем больше площадь отдана под клевер, тем счастливее и удачливее вы становитесь. Не верите? Окей. Представьте, как изменилась бы ваша жизнь, если бы не нужно было заниматься прополкой, поливом, еженедельным кошением, не нужно было бы регулярно вносить удобрения и обрабатывать средствами-защитами. Представили? Сомнения еще остались? Тогда? Тогда закройте глаза. И представьте себя идущим босыми ногами по мягкой, пышной, прохладной подушке. А вокруг вас медовый аромат. Неправильно было бы не упомянуть о недостатках такого газона. Первое. Поваляться в одежде на таком газоне не получится. Злаки меньше окрашивают одежду, нежели клевер. Второе. Клевер в чистом виде не подходит для участков, если интенсивно используется газон. К примеру, к вам регулярно приезжают многочисленные делегации. Вы спортсмены. Или рота солдат оттачивает у вас строевой шаг. Правда, вытаптывание такого газона можно избежать, если при посеве в клевер подмешать семена злаковых трав. Или можно купить уже готовую травосмесь. Есть еще один минус. Клевер не такое уж долголетнее растение. Каждые три года нужно его подсевать, чтобы сохранить ровный зеленый ковер. Ну, теперь, как сделать клеверный газон? Скажу сразу, что это намного проще, чем злаковый. К примеру, вы можете просто подсеять семена в уже существующий травостой. Или не особо заморачиваясь на основании, выровнять и укатать участок. И засеять. Семена сеять лучше весной, когда почва более или менее прогреется. Если упустили этот период, то хотя бы за один-два месяца до зимы. Сам процесс посева приятен и романтичен. Представьте себе цветочницы на свадьбы. Но вместо лепестков роз или умирающих цветов вы разбрасываете еще не родившуюся будущую жизнь. Чтобы получились равномерные всходы, идите с севера на юг, а затем с запада на восток. Можно наоборот, как вам больше нравится. Вначале клевер нужно поливать каждый день, как любые семена, чтобы прорасти, им необходима влага. Но чем старше газон, тем меньше за ним нужно ухаживать. После того, как всходы взошли, каждый день его можно уже не поливать. Следите, чтобы почва была всегда слегка влажной. Ну и, конечно, как с любыми всходами, первое время надо быть аккуратными. Не выгуливать собаку, не загорать на будущей лужайке. Хотя бы, пока клевер не достигнет нескольких сантиметров. И все в таком духе. Но время пролетит незаметно. Если овсяница всходит на двадцать первый день, то клевер на шестой-седьмой. И буквально за один сезон у вас появится неубиваемая лужайка с покосом не чаще раз в месяц. Будете косить раз в месяц, лужайка станет образцовой. Клеверочек-клеверочку. Если реже, то это будет тоже красиво. В дикаре есть свое очарование. На этом, пожалуй, все. Идеальный газон для ленивых существует. Просто он не из лаков. Подписывайтесь на канал. И счастливого вам садоводства. Ах да. Я хочу отдельно сказать всем спасибо. Всем тем подписчикам, кто откликнулся на наш призыв о сибирских ирисах. Вы не представляете, сколько писем мы получаем. Мы обязательно оставим почту. Мы обязательно оставим адрес. Ну, буквально чуть-чуть подождите. Во-первых, уже зима и достаточно поздно. Я боюсь, что все ваши посылки придут уже в январе месяце. А во-вторых, у нас немного не готова площадь. Но как только мы будем принять, и если к этому моменту вы еще не придумаете, мы будем рады. Мы обязательно найдем им достойное место в нашем парке. Спасибо вам огромное. До скорых встреч.